Путешествие Руслана Проанализируйте ключевые эпизоды, напишите синквейн И начнем наш урок с изучения термина по теории литературы Здесь два термина, однако один из них нам хорошо знаком Это композиция Мы помним, что это слово латинского происхождения И означает расположение, соединение То есть мы с вами будем рассматривать построение художественного произведения Следующий термин – эпиграф Это, по крайней мере, для нас незнакомый Или, можем сказать, малознакомый термин Что означает эпиграф? Это изречение, краткая цитата перед текстом или его частью Для чего писатели, поэты используют эпиграфы? Они хотят заложить главную мысль перед тем, как мы познакомимся с содержанием всего произведения И давайте рассмотрим с вами композицию поэмы Композиция состоит из шести частей Как мы помним из истории создания Одна из частей появилась только в 1828 году Это пролог А композиция этой поэмы выглядит следующим образом Посвящение, пролог в поэме, шесть песней и эпилог Каждая из этих частей может быть охарактеризована словами Пушкина Для вас, души моей царицы, красавицы То есть, кому посвящена эта поэма? Красавица Пролог в поэме «У лукоморья дуб зелёный» Это с детства известные нам строчки О них мы уже говорили на предыдущих уроках Шесть песней Каждая из этих песней заставляет наше сердце трепетать От волнения, от радости, а может быть, от тревоги Каждая из этих песен повествует о необыкновенных приключениях Руслана И последняя часть эпилог Обратите внимание, какие слова Пушкин использует Если мы в начале произведения читали о том, что он будет знакомить нас с преданиями старины глубокой То здесь, в эпилоге, Пушкин говорит Я славил лирою послушной предания тёмной старины А сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить задание Вы смотрите на рисунки и должны расположить их в соответствии с сюжетной линией Рядом с рисунком находится цифра Эту цифру вы не теряете Итак, у вас должно получиться пятизначное число Давайте проверим, каким образом вы расположили рисунки Я подчёркиваю, в соответствии с сюжетной линией В общей сложности у вас должно было получиться число 514-23 И рисунки располагаются в следующей последовательности Пир, то есть свадьба Встреча Руслана с Финном Встреча Руслана с Головой Бой с Карликом И счастливое возвращение В соответствии с сюжетной линией Мы с вами должны составить простой план Этот простой план покажет путь Руслана на страницах поэмы Начало берём с того момента, когда Руслан отправляется на поиски своей невесты Я думаю, что вы успешно справитесь с этим заданием Потому что хорошо знаете содержание поэмы Ребята, давайте посмотрим Конечно, у нас могут быть небольшие разногласия Но я считаю, что в основном мы с вами сойдёмся В тех направлениях, которые избрали для выполнения этой работы Итак, какой же простой план составила я? Первое. Руслан отправляется на поиски Людмилы Второе. Встреча с Финном Третье. Руслан встречает на пути голову Четвёртое. Битва колдуна и Руслана Пятое. Гибель Руслана Шестое. Возрождение героя и возвращение в Киев А сейчас, ребята, давайте подведём итог путешествия Руслана Мы помним, что Пушкин его любит Он даже наделял Руслана своими собственными чертами характера Итак, Руслан для Пушкина Витязь, герой и храбрый князь А сейчас обратите внимание на строчки, которые я поместила в верхней части Чудесный воин на коне Грозой несётся Колит, рубит В ревущий рог летает, рубит То был Руслан В этих глаголах кроется вся сущностная характеристика действий Руслана Это тот человек, который всегда встанет на сторону справедливости Мы о нём можем сказать много хорошего Это воин знатный, умел обращаться с мечом и копьём Ему не было равных в боевом искусстве Руслан смелый, храбрый, мужественный воин Который не боится преодолевать препятствия В этом мы не раз убеждались по содержанию поэмы Он любит Людмилу И именно любовь заставляет его преодолевать все трудности своего путешествия Но самое важное, мы можем отметить Руслан любит свою землю И это доказывает Пушкин встречей Руслана с печенегами Битва Руслана с печенегами Ведь он здесь тоже вышел победителем Да, Руслан – богатырь Руслан – витязь Руслан – самый лучший воин Давайте посмотрим и подведём итог Каким же показан Руслан – копьё стальное взял он в руки Кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь Таким показан Руслан в начале произведения Бесстрашный витязь знаменитый Могучий богатырь в душе герой А таким мы видим Руслана На всём протяжении его путешествия В то же время он гордый, упорный, пылкий, неистовый Ужасный в минуты гнева И такие черты характера проявляет Руслан Мы это можем подтвердить, например, в тот момент, когда Руслан встречается с головой Вы помните? Он обращается пренебрежительно к голове Голова над ним смеётся Руслан начинает злиться И в порыве гнева он бросается на голову с копьём Что произошло дальше, мы помним Давайте проанализируем два самых важных эпизода в этой поэме Это встреча Руслана с финном и встреча Руслана с головой Итак, наш Витязь старцу пал к ногам Болен я душою С жадностью внимал рассказы старца Эти слова показывают нам, что действительно Руслан может проявлять почтение И, разговаривая со старцем, он почтительно выслушивает все его советы Он может открыть старцу свою душу Потому что видит в этом старце человека, который хочет ему помочь Несколько иная характеристика Руслана у нас появляется после прочтения эпизода Встреча с головой Немного я уже вам об этом говорила А теперь давайте посмотрим, какими же словами Пушкин это описывает Внемлет он головы молящий жалкий стон И тихой меч он опускает Я акцент сделала именно на этих цитатных выдержках Почему? Да потому что если вначале мы видим Руслана Который с пренебрежением относится к голове Повторяю То сейчас, когда он увидел, что голова страдает Голова мучается Он приходит к ней на помощь Кстати говоря, голова долгое время проводит без сна А Руслан дает теперь голове возможность отоспаться За это голова дарит ему меч По крайней мере, дает возможность овладеть этим мечом Руслан, мой Витязь, мы неоднократно можем с вами повторять эти слова А теперь давайте подведем небольшой итог Мы сейчас с вами составим синквейн То есть проведем небольшую творческую работу Как пишутся синквейны, мы помним Первая строчка Это наше имя Руслан Вторая строка Два имени прилагательных Наиболее точно характеризующих этот образ Третья строчка Три глагола В этих глаголах мы должны с вами суметь отразить то, что делает Руслан Четвертая строчка Это фраза из четырех слов И пятая строчка Это синоним к нашему имени Руслан Итак, я вам даю некоторое время на выполнение этой работы А теперь давайте посмотрим, что у меня получилось Итак, Руслан Доблестный, храбрый Сражается, помогает, спасает Совершает благородные и великодушные поступки Руслан, Витязь Я, ребята, уверена, что у вас получились не менее содержательные и интересные синквейны На этом наш урок подошел к концу Сегодня на уроке мы рассмотрели композицию поэмы Исследовали сюжетную линию путешествия Руслана Составили простой план Проанализировали ключевые эпизоды И написали синквейн Ну что ж, ребята, наш урок подошел к концу Я желаю вам успехов До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова